Сегодняшняя тема Нашумевшая история с обеспечением лекарствами 13-летнего Юры Веселова, страдающего редким генетическим заболеванием, мукополисахаридозом второго типа, казалось бы, закончилась. Суд, в который обратилась мама мальчика, еще в середине сентября прошлого года обязал городской комитет по здравоохранению пожизненно обеспечить ребенка бесплатным лекарством. И уже в январе лекарства были закуплены. Препарат, и лапроза, жизненно важен для ребенка, его необходимо принимать регулярно. Любые перебои в лечении тут же отражаются на здоровье мальчика. Выяснил, как планируется дальнейшее приобретение препарата комитетом по здравоохранению, и будут ли поставки лекарства бесперебойными. По словам начальника отдела лечебно-профилактической помощи матерям и детям Анатолия Симоходского, на январь-февраль мальчику закуплены необходимые лекарства на сумму 4,9 миллиона рублей, а на следующие два месяца объявлен новый конкурс. Учитывая, что на дворе уже март, а для проведения конкурса и последующих закупок потребуется время, вопрос о своевременном поступлении лекарства остается открытым. Нас обязывают постоянно проводить конкурсы на препарат и лапроза, хотя у него всего один поставщик, московская фирма, оправдывается Анатолий Симоходский. А закупать препарат на целый год мы не можем, так как на его приобретение распоряжением председателя комитета решено выделять средства, вырученные от экономии при проведении конкурсов по закупкам льготных лекарств. В предыдущих месяцах удалось сэкономить около 5 миллионов рублей, на которые и купили лекарства. Кроме этого, в бюджеты города предусмотрено 185 миллионов рублей на лечение редких заболеваний. Почему бы не провести конкурс заранее, чтобы исключить перерывы в поставке препарата? Нина Башкирова, Доктор Питер.